Крыши текут, дома разваливаются, на дорогах гололед. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Отработанная схема. Жители многоквартирного дома в Новоалтайске уже 10 лет борются с сыростью и плесенью. Крыша жилого дома протекает. Вот берем тряпочку и вот это вот капельки все так раз и шоркаем. В шаге от трагедии жители деревянной двухэтажки в любой момент могут оказаться под завалами собственного дома. Вот у нас теперь такой ремонт. Вот это теперь держит потолок. А теперь вот начнется весна, опять это все упадет. Ну, наверное, еще раз поставит трагедии. Постоянный кашель, насморк, одышка – это не симптомы сезонной простуды, а последствия проживания в сырости. Так жители многоквартирного дома в Новоалтайске уже много лет страдают от протечки крыши. Текущего ремонта пока нет, а капитальный в ближайшее время не светит. И жителям ничего не остается, как бороться с симптомами, а не с причиной. Вот, пожалуйста. Красиво вроде бы, да. А тут хоп. И вот. Все мокрое. Вот это все, оно промерзает, естественно. Температура у нас выше 20, в принципе, не поднимается. Мы спим под двумя одеялами в теплой этой пижаме. Ну, практически как на улице, вот как на улице ходим, так и дома ходим. Жильцы девятого этажа живут в сырости и холоде больше десяти лет. Кровлю при сдаче многоквартирного дома в 1993 году обустроили с нарушением. Со временем в бракованной плите образовалась большая дыра. И жители начали принимать незапланированный душ. Вода с крыши хлынула в квартиры. Даже сейчас минусовая температура на улице, а у нас мокро. Вот угол мокрый. Вот здесь вот. Прямо видно капли на потолке. Прямо сейчас. Вот подтеки, вот подтеки, вот подтеки. Видно, что все это течет. Вечная сырость привела к вечной плесени. Жители пытаются с ней бороться. И даже получается вот только ненадолго. Вот берем тряпочку. И вот это вот капельки все так раз и шоркаем. А вот эта плесень уже, извините, она въелась, она уже не убирается. Вот это вот все я уже прошоркивала, но это не убирается. Муж и уксусом шоркал. И чем там, ну вот противоплесни велые, вот эти грунтовки все мы пользовали. И все, что угодно. Мы все использовали. И даже в ванной мы выжигали эту плесень. В соседней квартире Мария Плотникова. Пенсионерка проживает в доме почти 30 лет. В прошлом году она не выдержала и потратилась на ремонт. Хотя понимает, с плюсовой температурой с ним придется попрощаться. Вот три плафона. И у меня во все три бежит. И вот этот плафон, он прям над унитазом. А бежит, когда оттепель? А бежит, когда снег с крыши тает и любой дождь. Маленький, большой, не имеет значения. Вот, тогда бежит. И с этого плафона прям шурует, прям сюда. Жители уже много лет пишут письма в управляющую компанию, администрацию города, комитет жилищно-коммунального хозяйства. Ответ во всех инстанциях один. Жильцам нужно провести общее собрание дома и проголосовать за капитальный ремонт кровли. Это бы реально, казалось бы. Но это самое, понимаете, ниже пятого этажа им не надо это. Они так и говорят, прям даже в открытую. А нам пофиг ваш девятый этаж. Мы живем, нас никто не заливает, ничего не трогаем. Коммунальные эксперты призывают жильцов вступить в диалог и договориться. Надо прийти вот к консенсусу. То есть, ну, просто напосто с соседями надо поработать и как бы определиться, что давайте, ну, начнем с кровли. Дальше все-таки этот дом тоже в программе стоит и по остальным видам работы, соответственно, ну, постепенно и будет делаться. Просто начать нужно с крыши. То есть, если они эту точку зрения свою донесут, тогда я полагаю, что и все наладится. Совет дома убеждает жильцов проголосовать за капремонт крыши. Параллельно обслуживающая организация тепловые сети пытается найти подрядчика для текущего ремонта. У нас разработан проект на восстановление этой плиты, то есть на ее ремонт. То есть мы заказали его в проектном институте, нам разработали проект. Там надо, соответственно, снизу усиливать металлическим каркасом, сделать металлические подпорки, все, ну, то есть по проекту. То есть усилить, подпереть эту плиту. А сверху сделать из металлического крышку. Мы сейчас ищем подрядчика. А пока ищут подрядчика, жители продолжают бороться с сыростью и плесенью. Специально купили кварцевую лампу. Она спасает от грибка и других патогенных микроорганизмов. Возлагают жители верхних этажей надежду и на главу государства. Готовят ему официальное письмо с просьбой помочь в решении их проблемы. Желая двухэтажка практически в самом центре города, на улице Чекалова. С виду ничем не примечательная. Но заходишь внутрь и ужасаешься. Здесь впору снимать фильмы ужасов, но никак не проживать. Потолки могут рухнуть, а сам дом сложится, как карточный домик в любой момент. Вот эта стена, она туда вываливается. Там она вышла. То есть вот окно, и она вышла сантиметров на 25, она вышла в сторону. В этом доме комфортно только четвероногим. Людям не по себе уже много лет. Деревянный дом в прямом смысле трещит по швам. А на прошлой неделе по счастливой случайности жильцы едва не оказались под завалами. В подъезде упала подпорка, которая держала обваливающийся потолок. Ходить опасно, потому что она может на голову обвалиться всего-навсего. Иногда, да, страшновато, но а так уже привыкшие. Если что, когда поднимаемся, сразу на потолок смотрим. Вместе с подпоркой отвалилась и часть потолка. Администрация Центрального района после огласки в социальных сетях направила на дом рабочих. Они установили новые подпорки. Вот у нас теперь такой ремонт. Все, чем могли, тем помогли. И новую распорку сегодня поставили в подъезде. Вот это теперь держит потолок. А теперь вот начнется весна, опять это все упадет. Ну, наверное, еще раз поставят распорку. Если, конечно, будет для кого. Деревянная хижина 1958 года постройки. Уже на момент 2008 года была изношена на 50%, отмечают коммунальные юристы. Сегодня процент износа явно выше, уверены жильцы. У нас квартиры на 20 сантиметров осели внутрь. Я на первый этаж проваливаюсь со всей квартиры. У нас каждый год весна, осень, зима дом вот так вот плавает. То есть замок надо то так перенести, то так перенести. Потому что не подходит дом то в эту сторону, то двери не закрываются, то двери надо там что-то набивать, чтобы двери закрылись. Вот так вот. В доме 8 квартир. Проживают в них 12 человек. В основном пожилые люди. Что самое интересное, двухэтажка с гнилым потолком и дырявой крышей, аварийной не признана, так как дом не имеет статус многоквартирного. Дом по улице Чкалова 1А не является многоквартирным, а находится в недалевой собственности граждан. После получения информации об упавшей подкорке, специалистами администрации оперативно проведу обследование несущих конструкций с привлечением специализированной организации. Согласно выводам эксперта, конструкция дома находится в стабильно неизменном состоянии. Угроза жизни и здоровья граждан на момент обследования отсутствует. Коммунальные эксперты рекомендуют людям оформить свои площади в квартиры, а не доли в праве. Тогда двухэтажка получит статус многоквартирного, и жители смогут провести экспертизу. Она покажет процент износа, и если он завышен, то многострадальные барнаульцы могут рассчитывать на новый безопасный дом. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова